здравствуйте мои подписчики и гости канала а в этом видео рассмотрим расчет барабанной моечной машины это видео из цикла лекций посвященных проектированию и конструированию машин и аппаратов пищевых производств вначале рассмотрим основы мойки растительного сырья для мойки сырья используется обычно проточная или оборотная водопроводная вода после отмочки загрязнения с поверхности сырья удаляются щетками или жидкостными струями из многообразия моечных машин и большее распространение получили лопастные ленточный барабанный вибрационные комбинированные элеваторные щеточные и другие выбор моечной машины определяется структурно-механическими и прочностными свойствами растительного сырья а также характером и количеством загрязнений на поверхности сырья мойку растительного сырья производят погружением в воду отмочка ополаскиванием струями воды из насадок использованием щеточных устройств активным перемешиванием в большинстве моечных машин применяют комбинацию перечисленных способов мойка предусматривает удаление с поверхности сырья остатков земли и песка посторонних тяжелых и легких примесей таких как камни листья ветки солома для каждого вида растительного сырья требуется своя моечная машина рассмотрим принцип действия и устройство барабанной моечной машины мойка в барабанных моечных машинах осуществляется при вращении барабана путем интенсивного перемешивания среды у поверхность воды эффективность процесса мойки определяется соотношением сил действующих на сырье находящиеся в барабане при малом числе оборотов барабана сырье располагается в нижней его части с увеличением числа оборотов барабана возрастает угол подъема сырья в гладких барабанах и чем число оборотов больше тем выше подъем отрыв и высота угла падения с увеличением угла подъема эффективность мойки сырья улучшается в результате лучшего перемешивания и большей высоты падения сырья однако при значительном числе оборотов барабана может наступить такой момент когда центробежная сила превысит силу тяжести и сырье в течение всего оборота будет прижата к стенке барабана и процесс мойки будет нарушен барабан может быть цилиндрическим коническим горизонтальным или наклонным непрерывно действующие машины изготавливаются с наклонным или горизонтальным барабаном в первом случае сырье продвигается вдоль барабана благодаря наклону во втором с помощью спирали или спиральных насадок приваренных к внутренней поверхности барабана если он цилиндрический либо за счет конусности расчет сил действующих на барабан его ободы и ролики представлен в отдельном видео посмотреть которое вы можете перейдя по ссылке в описании или в подсказке однако продолжим барабанная моечная машина предназначена для мойки твердых плодов и овощей корни плодов груш яблок и так далее она состоит из каркаса 11 с укрепленным на нем ванной 12 которая разделена перегородкой на две части в каждой части ванны размещено по барабану 2 и 3 которые одинаковы по длине и диаметру за барабаном 3 расположен 3 барабан все три барабана приводятся во вращательное движение общим валом 7 первые два барабана предназначены для отмочки и отделения загрязнений на поверхности этих барабанов имеются щели через которые проходят загрязнения и осаждаются на дне ванны загрязнения удаляются из машины через люк третий барабан предназначен для чистового ополаскивания водой для чего снабжен душевым устройством а его поверхность перфорирована привод машины осуществляется от мотор редуктора 5 через цепную передачу 6 вода в душевое устройство подается через запорный магнитный вентиль 8 сблокированный с приводным электродвигателем сырье в машины подается через приемный лоток 1 из него поступает барабан 2 а затем лопастями перебрасывается сначала барабан 3 а из него специальным ковшом барабан 4 промытое сырье выгружается из машины через лоток далее в этом видео я представлю вам примерный расчет барабанной моечной машины и методику такого расчета задание выполним расчет непрерывно действующие барабанной моечной машины если заданный диаметр барабана д большое м и длина барабана л большое также в метрах и вид перерабатываемого сырья наименьшее число оборотов при котором сырье находящиеся в барабане не отрываясь от его стенок начнет вращаться вместе с ним называется критическим числом оборота барабана и для гладкого барабана находится по формуле представленной на слайде рабочее число оборотов барабана моечной машины меньше критического и определяется по формуле представленной на слайде при этом фи и б это опытный коэффициент который находится в диапазоне от двух десятых до двадцати шести сотых этот опытный коэффициент позволяет пересчитывать и критическое число оборотов барабана моечной машины которые мы нашли ранее в рабочее число оборотов барабана при котором не происходит прилипание продукта к стенкам барабана производительность барабанной моечной машины q в килограммах в секунду определяема по уравнению непрерывности потока представленному на слайде в формулу производительности входят такие параметры как площадь поверхности барабана и скорости поступательного движения сырья вдоль барабана которую мы найдем по формулам представленным на слайде при этом в формуле скорости поступательного движения сырья вдоль барабана включены следующие параметры это угол наклона барабана бета который мы выбираем в диапазоне от двух до трех градусов цельсия каштрих коэффициент учитывающий унос сырья водой и подъем сырья на высоту меньшую диаметра барабана каштрих выбирается из диапазона от полутора до двух фи штрих это коэффициент заполнения или использование сечения барабана фи штрих выбирается в диапазоне от двух до семи сотых и ро с это насыпная плотность сырья в килограммах на метр в кубе которая выбирается по таблицам и в конце мы делаем расчет мощности электродвигателя барабанной моечной машине по формуле представленной на слайде в этом видео мы рассмотрели расчет барабанной моечной машины на этом канале вы найдете другие видео посвященные оборудованию пищевого производства и машинно-аппаратурным схемам линий производства пищевой продукции вы можете посмотреть эти видео пройдя по ссылкам в описании а также зайдя на канал и нажав на вкладку видео благодарю вас за внимание подписывайтесь на канал ставьте колокольчик уведомления а в колокольчике уведомления все уведомления чтобы получать уведомления о новых видео желаю вам всяческих успехов и до новых встреч удачи удачи Продолжение следует...